Ищешь где купить игры со скидкой? Загляни на площадку ggsell.com Тут тысячи продавцов борются за то, чтобы предложить те самые низкие цены на игры 100% гарантия и моментальная доставка на твой компьютер GGSL. Скажи ГГ ценам на игры Привет, друзья! С вами, как всегда, на связи Майор Искал И добро пожаловать на новый ролик по игре Hearts of Iron 4 Сегодня у нас будет необычный ролик Сегодня я хочу вам показать самые лучшие моды для ванилочки нашей любимой Которые расширяют геймплей и превращают нашу партию во что-то прямо необыкновенную Короче, в новую игру И опять же, друзья мои, досмотрите это видео до конца Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Это дает огромный стимул делать дальше подобные такие интересные ролики Первая, первая, самая важная модификация, которая у нас есть только в нашей игре Это модификация, которая позволяет нам заключать мирные, успешные соглашения Давайте представим такую ситуацию Сидите вы, чилите за Грецию И тут, неожиданно, вы вступаете в Альянс Оси и начинаете зарубу с Британией Ладно, Югославию вы там съели, поделили с художниками Бениткой Еще там Болгарию, может быть, забрали Но вопрос в чем? Хочу вот дальше воевать А вот эти проклятые союзники никак со мной мир не хотят заключить Я думаю, у всех такое было Эта модификация позволяет вам не только заключить Белые миры Но и требовать отдельные провинции Вассализацию, ремилитаризацию разных провинций Но это опять же, если у вас огромный военный счет Если противник согласен с вами помириться Короче, один из самых полезных модов, с которым я всегда играю не на запись Настоятельно рекомендую ознакомиться Циферка 2 И даже тут будет несколько модификаций сразу Давайте приступим к первой модификации Первая модификация, я ее назвал просто Стань фюрером У нас есть модификация, которая позволяет вам требовать Разной провинции, как в свое время требовал Гитлер То есть, например, за 300 политвласти вы можете потребовать соседнюю провинцию Даже без каких-то клеймов у своего соседа И если сосед гораздо слабее вас, он отдаст Опять же, там еще можно повыше потратить политическую власть И потребовать вассализацию какой-то страны Опять же, если вы сильнее Если соперник ваш чувствует, что нужно подчиниться вам То он обязательно станет вашим вассалом И есть третий пункт, что мне понравилось Это требование дани за 50 политвласти То есть, если вы, опять же, сильнее своего соседа Вы можете у него потребовать дань Дань может вам дать, например, халявные военные заводы Халявную продуктивность Халявных ученых Да-да-да, тоже не отменяем тот факт Но, к сожалению, все это с течением времени проходит Подведем такие промежуточные итоги Мод очень интересный, а еще интересен он становится тем Что разные страны тоже могут требовать вассализацию или провинции А многие будут отказываться от этого требования Да здравствует мать анархия Ютуб, не бань, пожалуйста Но не забывайте, что искусственный интеллект в этом моде можно отрубить Чтобы он не требовал разной провинции и вассализации Все на ваше усмотрение А теперь перейдем ко второй и третьей модификации в этом списке Под номером 2 Надеюсь, вы не запутались Первая модификация называется у нас очень и очень просто Претензии, клеймы и национализация Думаю, рассказывать очень много про эту модификацию явно лишнее Теперь у вас в каждой провинции появляется специальная окошечка Где вы за политическую власть можете национализировать разную провинцию Цена национализации зависит от многих факторов Это военные заводы, фабрики, людские ресурсы, просто ресурсы Ну, короче, вы поняли И третья модификация Это модификация, которая нам расширяет слоты для строительства в наших провинциях То есть теперь у нас свободно 56 слотов Но по мере того, ребят, советую еще накатить один мод, который называется Urbanization States Мы сможем прокачивать наши территории, делать из них более развитые провинции Тем самым повышая вместимость каждой провинции по строительству Опять же, ребят, все ссылочки находятся в описании И эта модификация будет в коллекции Цифра 3, ребят И здесь мы с вами разгуляемся Потому что целая коллекция потрясных модификаций ждет нас В цифру 3 я запихнул сразу несколько офигенных модов Которые расширяют геймплей той или иной страны Здесь вы сможете найти такие модификации, как Russia Rework Довольно всем известная и очень классная модификация Подробный обзор я уже делал на своем канале Подсказочка в описании, посмотрите Есть также такие модификации, как проработанная Ирландия Проработанная Австрия Проработанная Польша Короче, полный дурдом И самое интересное, что все эти модификации я находил с упором на русский язык На локализацию Поэтому все фокусы, все ивентики, все решения должны быть переведены По крайней мере, я всего лишь несколько раз встречал непереведенные ивенты Ну, это допустимо, ничего страшного Сюда Дополнительно, ребят, я хочу запихнуть тоже несколько очень интересных модификаций Во-первых, давайте пройдемся по самым таким мизерным модификациям Это модификации на огромное количество дополнительных вариантов развития бронетехники То есть, как вы знаете, если мы развиваем танчики, самолеты То у нас все зацикливается на циферке 5 Дальше 5 ничего прокачивать нельзя Этот мод это исправляет Вы можете прокачать свой танк хоть на 99 брони Главное накопить опыт армии А вот здесь еще одна маленькая и интересная модификация 9999 XP Лимит Эта модификация вам просто позволяет накапливать ваш опыт армии Опыт флота, опыт авиации Даже после достижения отметки в 500 опыта А еще сверху, ребят, я думаю, неплохо было бы накатить парочку интереснейших модификаций Как насчет модификаций, которые носят название RPG-мод Довольно всем неизвестный, но очень потрясный мод И опять же, самое главное, присутствует русский язык Данная модификация просто-напросто превращает вашу однообразную и скучную партию Во что-то просто невероятное Модификация, меняя стандартную боевую систему Хойки 4 на более продвинутую Добавит очень большой интерес в игру Генералов, фельдмаршалов можно прокачивать до 30 уровня Тщательно выбирайте лидеров Навыки у лидеров прокачиваются до 30 уровня Зависит от уровня офицера Юниты прокачиваются до 52 уровня Не забывайте их тренировать перед атакой Максимальный командный ресурс равен 300 Стандартное количество дивизий у генерала 48 может быть и больше Фельдмаршал может иметь бесконечное количество дивизий И самое интересное, новая система трейдов и черт наших лидеров с вами Теперь вы сможете строить свою армию, свой генералитет просто по кирпичикам Может вы создадите какого-то искусного себе генерала Который будет очень хорошо разбираться в пехоте и танках одновременно И будет получать бусты от того, что командует и пехотными дивизиями и танковыми дивизиями Либо создать просто искусного оборонительного стратега Который не подпустит врага даже на близость Но при этом придется его прокачивать и прокачивать Тренировать и тренировать Обучать его новым тактикам В общем, ребят, модификация офигенная И обязательно к игре Рекомендую Одна из самых классных модификаций в этой коллекции Что же, ребят, давайте перейдем к финалочке Финалочка у нас будет тоже довольно интересной Я сюда подготовил несколько интереснейших модификаций Во-первых, это модификации, которые расширяют нам технологии Классно же Модификации на пропаганду в ваших решениях, которые дают вам разные бонусы Тоже очень замечательный мод Мод на новые генерируемые фокусы То есть для вот таких стран, которые не обладают, к сожалению, своей веточкой фокусов Теперь эти страны могут превратиться в грозную силу Если пойдут по нормальным и хороших путях развития Но и не забываем про оптимизацию В этой сборочке, в этой коллекции будет мод, который ограничивает количество дивизий У всех стран, которые находятся под руководством искусственного интеллекта Это позволяет искусственному интеллекту делать меньше своих упористых тупорылых дивизий Которые нагружают вам процессор, ваш бедненький Теперь искусственный интеллект будет понимать, что он не сможет наклепать огромное количество дивизий И будет делать очень мощные и хорошие шаблоны Опять же, ребят, это, можно сказать, мод, который немножко расширяет геймплей Делает немножко сложную игру, но при этом добавляет вам производительности Ну что же, ребят, моя сборочка модификаций подходит к своему логическому завершению Я вам показал всё, с чем я люблю играть, когда играю в соло, не на запись Я, да, я частенько так играю из разные страны, просто кайфую В этой сборочке есть всё Начиная от разных интересных геймплейных изменений по типу того, как требовать разные провинции И заканчивая новой системой войск Генералов, фельдмаршалов, адмиралов, ну, меня поняли Теперь важная и важная поправочка Как установить всё это дело к себе в ходечку? Всё очень просто Заходите прямо сейчас в описании В описании будет ссылочка на коллекцию этих модификаций в стиме Дальше вам нужно немножко пролистать вниз и нажать кнопочку подписаться на всё Если вы подписаны на какие-то моды, можете не отписываться от них, они у вас останутся После чего вам нужно зайти в ходику четвёртую, создать новый каталог Назвать его, например, сборка искла И добавить все модификации, которые вы скачали из мастерской, туда И просто-напросто играть и наслаждаться новой игрой, можно так сказать Сборку я буду обновлять по мере того, как выходят новые обновления, новые интересные моды А самое главное, если, например, какой-то мод не будет работать после новой версии игры То я его попробую заменить на что-то более подходящее А с вами на связи был Майор Искал Большое спасибо за просмотр, мне было приятно для вас рассказывать и показывать все эти модификации Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и вступать в нашу группу ВК и в наш сервер Дискорде Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok